Всем приветик! Пошла прогуляться. Делал вагон. Дойду до подруги. У неё привоз товара. Новое постельное бельё. Я у неё недавно парочку купила. Хочу ещё парочку. Вообще хочу всё постельное обновить. Всё. К херам повыбрасывать. Дверь новую поставила. И сразу полетела. Ремонт. Всё. Затея, короче. Я вообще не могу. Вообще. Вот в помещении хожу. Хоть бы что. Всё никак не могу. План рассказать. Короче. Пошла в магазин. Подружки. Привезли постельное. Я не на той неделе купила у неё две штуки. Мне понравилось. Бязь. Всё хорошее. Качество. Сейчас хочу купить евро. Где по два пододеяльника. И парочку. Короче говоря. На обратном пути зайду за продуктами. Ну и в принципе всё. И занимаемся ремонтом. Муж у меня. Потому что дверь входную поставили. Сейчас он снимает коридор старый. Будет новый. Начинает делать душевую кабину. Будет втыкать. Скоро привезут. Уже оплатила. Купила. В общем дел вагон. Ещё забыла сказать. Собираемся мы же на свадьбу с Костяном. Свадьба будет за городом. Там выездная регистрация. Свадьба будет два дня. Первый день будет. Ну как в специально там банкетном зале. Во второй день они сняли коттедж. Сняли коттедж двухэтажный. Там ну это зона барбекю. Да всякая мангальная. Да качели. Да всё такое. Ну не знаю. Улица травм не пригодится. Потому что холодно. Потом покажу кусочки. Из свадьбы. Может быть если поснимаю. В общем два дня у нас веселуха. И ещё у Костяна будет третий день. Они едут в Верхотуре. Это место у нас здесь. Всё никак не могу рассказать. Сто раз уже позвонили. Короче Костян уехал в Верхотуре. Они уехали со своим студентами. Два автобуса больших. На экскурсию. Это там значит монастыри. Женский, мужской. Ну короче говоря у нас здесь на Урале есть такое место. Где все ездят туда креститься. Там паломники. И вот у них такое мероприятие. Он тоже сюда уехал сегодня. Я ему говорю может что-нибудь поснимаешь. Я если поснимаю тебя потом вставлю покажу. Мы тоже там были. Один раз. Ну так проездом. Особо не останавливались нигде там. Ну немножко посмотрели. Ну такие места прям вот. Старые вот эти все церкви. Надеюсь что поснимается. Всё я уже практически дошла до своей подруги. Пошла выбирать. Себе ластины ещё. Постельное белье возьму. И она говорит у них прислыло сины. Кожаные. Только я старая для них. Ну всё равно. Пойду померяю. В общем пришла я подруги. Сейчас покажу что я купила. Это постельная. Очень мне понравилась. Полосатая простынь. Как полосочку. Пододеяльник тоже. С одной стороны полосатый. С другой стороны вот такой цветочек. И две наволочки в цветочек. Это полуторка. 1800. Дела Константина. Думаю потихоньку я хочу поменять. Вообще все комплекты постельного. Бязь. Качество отличное. Так что производство Иванова. Текстиль. Ещё купила два таких же комплекта себе. Ну на двухспалку. Евро. Евро комплект. И там по два пододеяльника в комплекте. По-моему. 2800. Я уже что-то не помню. Даже как. Короче говоря. Здоровых таких. Где таких больших упаковок. Оставила у подружки в магазине. Потому что нести тяжело. Мне надо было за продуктами зайти. Я говорю. Потом сын заедет. Заберёт на машине. Тоже такие. Знаете. Вот. Красивые. Не пёстрые. Не люблю я вот эти сумасшедшие цветы. Там. В общем. Красивые комплекты. Дальше. Что я ещё сегодня там купила. Не вытерпела. Полотенчики. Смотрите. На кухне полотенчики. 10 штучек. Отличненькие. Шикарненькие. Маленькие. По 80 рублей. Думаю. Надо на кухне уже всё это обновить. У меня уже как понеслось тут заниматься обновлением хаты. В общем. Пошло дело. Как говорится. Пришла к ней в магазин. Чтобы померить лосины. Стала мерить лосины. Порвала на себе колготки. Пришлось взять. Взяла вот такие колготки. 300 ден. Чёрные. Тёплые. Я сегодня в таких к ней пришла. Порвала на коленки колготки 650 рублей. Дороговато. Но они хорошего качества. И купила себе вот такие вот я. Эко кожу лосины. Одела идеально. Просто. У них высокая посадка. У них отличная вот здесь вот резинка. Все жиры туда укомплектовались. Лосины недорогие. Вот тысяча рублей. Они ещё и утеплённые. Вот видите снизу. Можно зимой в них ходить. Ну зимой не знаю. Ну зачем. Сейчас. Может завтра уже одену. Вот пока лосины мерила. Порвала колготки. Пришлось снова колготки купить. В общем вот такие покупочки. Пока я у неё была. Костян. У меня был сегодня в Верхотуре. Он привёз значит. Что вот они только недавно вечером приехали. Я поставлю кусочек в видео. Как там красиво где они были. Значит посетили они женский монастырь. Мужской монастырь. Церковь без гвоздя. Там шатающийся мост. Очень много вообще всяких разных мест. Таких красивых. Где они были. Были они в Верхотуре и в Меркушино. Это он привёз святой воды. Купил он себе именную икону. Купил он себе кожаный браслет. Тоже с крестом. Красивый очень. Ставили свечки за здравие. В общем экскурсия была у них шикарная. Ездили они два больших автобуса. Студентов возили. В общем приехал довольный. Усталый правда. Но довольный. Сейчас я все кусочки маленькие. То что он там поснимал. Поставлю. Видео покажу. В общем. Всё. Ну и куча продуктов. Тоже поставлю. Покажу. Какую кучу продуктов я опять притащила. Мост шатается. Твою налево. Надо убирать уже. Сейчас будет. Мост шатается. Зашли во двор. По-моему мужского монастыря. Вот. Монастырская чай. А вот вход через который мы зашли. Вон через тот мост мы прошли. Он весь шатается. Вот сейчас пойдем на какой-то там камень около реки. Там вроде как в этот Верхотурский. Священный служитель. Рыбачил по-моему. Ну в общем туда пойдем. А вот это рядом церковь тоже какая-то. Вот этот монастырь женский. И с другой стороны. А находимся мы, я даже не знаю где мы. Я только тебе признаю, что здесь население вот этого пункта 100 человек. Вроде в Верхотурский монастырь приехали. Я просто уснул. Я не прослушал куда мы поехали. Но это вроде бы женский монастырь. Нас увезли подальше от Верхотурья. Я не знаю. В каком направлении. Ну приехали мы вот сюда. Тут в какой-то населенный пункт небольшой. Наши уже все вон туда зашли. И я только... Идем к нашим автобусам. Это вон туда идти. Вон туда идти. А мы вот здесь. Ладно. Тут подъем очень серьезный. Сейчас покажу. Вот настолько он серьезный. Мы на колокольне. Тут еще есть выше, но непонятно куда. Вон там люди. А вон... А вот это за спуск. Один из восьми колокольня. Красиво. Тут на Ахтае. Тут какая-то церковь и речка. По сути, мы то ли в помещении должны будем купаться, то ли в этой речке. Ну, я, понятное дело, не пойду. Вот сюда мы приехали. Вот. Вот это уже женский монастырь. А то был не женский монастырь. Я перепутал. А еще здесь есть... Я не знаю. Сейчас попробую где-нибудь сбоку обойти эту всю фигню. Альпака. Что-то похожее на ламу. Животные вон сидят. А вот женский монастырь. Это я не знаю, что это. Тоже какая-то пристройка к женскому монастырю. Мы, Леха, сегодня затарились продуктами. Вот. Всего лишь на 2 600. Всего лишь. На 2 600. Немножко. Сколько ты купил, взял мороженого? 20. 20 мороженых. Ампингурт. Надо быстро убирать холодильник, а то... Морозильник. Тает. Сейчас уберу. Так, Ферри. Не всегда же посудомойкой мыть. Когда-то и ручками. Ферри. Ферри, Ферри, Ферри. 99 рублей. Дальше. По 260 рублей. Куриный рулетик. Две штучки. А, 260 рублей килограмма. Здесь по-разному. Здесь 800. Здесь... Так, дальше. Сало. Деликатесы свинины. Так, деликатес 270 рублей килограмм. Три штучки взяла. Вот такого деликатеса. Сейчас найду третью. Так. Сыр. Сыра богатого. Чтоб 10 взяла всякий разный. Так, чуть-чуть 4. Ой. Вот еще один кусочек этого свининки деликатесные. Еще сыр. Так, в другом пакете дальше салфетки. Кошка в жопу вытирать. Три гранатины на пробу. Здоровых. Три штуки. Полный пакет яблок. Яблоки. 69 рублей килограмм. И 5 штук Балтимор. 5 штук Балтимор. Такой вот с луком и чесноком. Вот еще орешки. Орешки. Арахис в беконе. Два мешочки. Так, и все. И мешок яблок. И целый пол майки яблок. И это вышло все на 2 600. На 2 600. Так. А, еще мешок с макаронами на 135 рублей. Арахис 201 рубль. Еще наполнитель для кошек. Большой мешок. Все. И все остальное я сказала. На 600, на 700 рублей мороженого. В общем, как-то так. Гранаты Узбекистан. Вот три гранаты. Гранатены на 128 рублей. Три штучки. Рулет куриный. Рулет куриный. Рулет куриный 1 на 242 на 270. Средство для посуды 99. Бекон. Бекон. Вот этот вот. Три штучки. Один на 107. Бекон один на 122. Второй на... На 118. В общем, вот как-то так. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем купили. Ужин на скорую руку. Как в деревне. Борщ. Сало с горчицей. С черным хлебом. На доске. Даже не на тарелочке. И корейская морковка с гребешками. Такая вкуснятина вообще. Эти гребешочки. Прям прелесть. Всем приятного аппетита. Пока сижу. С княвым выглядит. Купила 15 шоколадок. Люблю всякие разные. Вот такой люблю. Вот это люблю. Со вкусом получения. А где у меня пилы? И вот такое люблю. Вот. Эти три купила себе. А остальные костяна. Так. Ну все. Наконец-таки. Я выбрала время. Попробовать торт. Никто не хочет со мной. Торт банана мама. Сказали очень вкусный. Сейчас я одной рукой не могу открыть. Сейчас открою. Посмотрите какой маленький торт. Какой маленький тортик. Короче, режу. Ай, как он вкусно пахнет. О! Что-то я себе такой кусок оттяпала. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну-ка. Так. Вот так вот он выглядит в разрезе. Все. Сейчас возьму ложечку. И буду снимать право. Так, ну что, начинаем. Какая вкуснятина. Какая вкуснятина. Очень вкусно. Очень вкусно. Но он такой маленький. Не знаю, что во в нем грамм. Ну, бомбический тот. Обязательно надо чайком запить. Очень вкусно. Тут какая-то клюквенная прослойка. По-моему, он клюквенный. М-м-м-м-м. М-м-м-м. Как вкусно. Шедевральный. Сегодня надо маленький шопинг. Недорогой. В каре. Так, вот такие я себе купила ботинки. Что, мой друг? Такие вот симпотные. Моднячие. Но они не кожаные. Не знаю, сколько я в них прохожу. Я люблю уже в кожаную. Мне только на один раз под одну тунику на мероприятии. Ну, как? Потом-то естественно я буду лисеть. Просто мне срочно нужно было такого вот плана. Поэтому вот я такие себе прихватила. Мне нужны были вообще на красной подошве. Ну, да ладно. С красными вставками. Вот как-то так. Ну, и за компанию купили костяну. Кроссовок у него очень много. Даже еще есть новые. Поэтому взяли ботинки. Хотя они зимние. У него зимние обуви тоже много новой. У него новые берцы. Натуральные. На овчине. У него новые ботинки хорошие кожаные. На овчине. А эти тоже не кожаные. Эти стоят 2 999. Ну, посмотрите, какие они. Классные. Он их отдел. Они высокие. Он их отдел. И они очень красиво смотрятся с узенькими джинсиками. Джинсики туда заправленные. такие вот. Смотрятся, конечно, как будто бы кожа. Но, увы, нет. Ну, это просто мне вот они понравились по сону. Я говорю, давай возьмем. Вот они стоят. Видите? 2 999. Ну, сколько продержится, столько продержится. По маршруткам мотаться. В общем, вот немножечко вот так вот мы сегодня пошопились. Ну, и продуктов, конечно, подкупили. И еще сегодня самое главное мы купили новые панели в коридор. Вот то, что я показывала, вот эти пестрые мы снимаем. Будут у меня светло-светло-серые почти, как белый коридор будет. Потому что новая дверь темно-коричневая. И в туалет новая дверь тоже такая же темная. В общем, сейчас пока муж дома будет заниматься. Будет старый коридор все снимать, демонтировать и делать новый светлый практически белый коридор. В общем, вот как-то так. Так, ну что, прощаемся. Прощаемся со всем говном. Посмотрите, что творится. Посмотрите, какая у меня красивая, хорошая машинка. Она вся завалена. Короче говоря, купили мы сегодня новую душевую кабину. Эту к херам выбрасываю. Потому что будет новая туалетная дверь, новая кабина, новый коридор. Полный фэшн буду наводить. Все эти вот, все это говнище, тряпочки, херапочки, коробочки. Все это я выброшу. Может быть, еще раковину поставим новую, угловую. Я уже решила все черное убрать. Будет угловая раковина белая и белый унитаз, потому что черный мыть надоело. И черная будет кабина у нас тонированная, красивая очень. Сегодня все привезут, все привезут. Господи, как я рада, что у нас будет наконец-таки порядок. Посмотрите, вот это все говнище, все жалко выбросить. Все выбросим, все к херам. Короче, начинается новая жизнь, потом сниму, покажу, какая будет красота. ПОДПИСМЕНТЫ